здравствуйте уважаемые трейдеры сами на связи ситали кухта сегодня у нас 23 октября обсудим как всегда основные торговые инструменты фондовые индексы товарно-сырьевой рынок рынок форекс рынок криптовалют в принципе по новостям каких-то важных моментов не было все ждут конца месяца это нонфармы рынок труда сша там будет возможно что-то новое и покажет будет ли смена на элит какая-то более сильная коррекция по доллару да и в принципе это я думаю повлияет на на рынке ну и плюс у нас не за горами выбор сша очень все напряжено принципе трамп достаточно начинает где-то лидировать но уже идут вот эти подсчеты голосующих которые могут быть в некоторых штатах уже там выше выше ожиданий там несколько раз то есть условно там каком-то штате 200000 должно быть там 300 уже заявлено или 400 то есть фальсификация конечно будет и я ставлю на трампа что он победит прошло на прошлых выборах я ошибся я стал на трампа но я думаю что он победил но была фальсификация на этих тоже возможно она будет его как вариант не допустят посмотрим и это будет вот это будут сильные волатильные рынки там же возможно будут какие-то смены тренда и так далее ну давайте конкретно перейдем к рынкам ну и по поводу если добавить в двух словах возможно эскалации на ближнем востоке пока это все на паузе возможно где-то договорились что до выборов в штатах тоже ничего не будут такого агрессивно принимать посмотрим это все такое сложно сложно определить эти моменты и так давайте начнем с фондовых индексов здесь ситуация пока не изменилась еще с прошлого с последнего моего обзора snp 500 торгуется в обычном боковике с нижней границы поддержки 5 850 верхние 5 920 да я раньше говорил что я за лонг выше данного уровня поддержки но сейчас я немножко сомневаюсь в этом ноги я был лучше работал на выход с данного диапазона да вот или за нижнюю границу или за верхнюю границу на прошлый раз был аналогичный такой боковик где ожидал более глубокую коррекцию она не произошла мы пробили верхнюю границу и дальше начали расти и сейчас у тоже такой сценарий возможен и поэтому я был все-таки лучше работал на выход с боковика или вниз или вверх потому что сказать что будет аналогичный выход наверх есть там некоторые нюансы которые мне смущают сейчас плюс идут отчеты по квартальные отчеты по штатам если живой сегодня тесла отчитывается будет будет возможно волатильность сильные по другим акциям поэтому здесь вот я такой неопределенности что конкретно выйдет наверх могут и выйти вниз по s&p 500 то же самое касается nasdaq вот мы с ребятами покупали nasdaq на прошлой неделе мы в данном сравнении вот от нижней границы нижней границы это два двадцать тысяч триста и верхняя граница я бы взял двадцать тысяч шестьсот ровно да почему можно еще двадцать тысяч шестьсот семьдесят пять но я вижу вот на это вот здесь держит такую уже два раза ударились в один уровень 2 600 чему я веду мы покупали в закрытом канале данный инструмент nasdaq и я советовал ребятам кто покупал от нижней границы по хорошим ценам или перевести без убыток или закрыться я принципе в открытом канале показывал эту рекомендацию потому что здесь тоже есть нюанс который мне немножко напрягает ну вот у нас есть такое сильное снижение импульса от 15 октября и мы аналогично в нем удерживаем удерживаем вот это движение то есть я не исключаю что как я в прошлый раз саждал и принну как вот по примеру вот здесь что могут и как-то скорректировать этот момент и даже я этот очень рискованные вот эти моменты по снт и по nasdaq шарты то есть вы поняли да суть то есть вот эти уровни в принципе можно как работать на выход с данного диапазона так работать от верхней или нижней границы по по данным инструментом дальше золото золото конечно прет в таком очень сильном тренде на никаких коррекции она не дала ну вот такие маленькие его здесь на часы вич к ахот если смотреть на дневках не было каких-то хороших и я не вижу пока каких-то признаков на коррекцию в разрезе если смотреть доллар и золото они растут на то есть какая основная причина на рынке нервничают нервничать инвестора когда есть нервы то все вкладываются золото и в доллар но вопрос только почему растет фондовый рынок это понятно там куча ликвидности байбеки и вот это тянет но она тоже сложно сложно вот эти моменты спрогнозировать это я когда еще там две недели назад начал покупать доллар через валютную пару доллар франки доллар иену я думал как-то не будет коррелировать потому что если там доллар растет золото падает фондовые индексы падают но видим по немножко по-другому это пошло по другой схеме такое тоже бывает можно ошибиться в этом направлении ну что сказать дальше дальше только вверх ну каких-то точек хода я такие штуки не люблю торговать только если на мелкие там фреймах мелкие про торговки с короткими стоп-лоссами да можно покупать ну и такие штуки штуки пропускаю поэтому здесь конкретно каких-то то же самое серебро большой импульс нарисовала коррекцию толком не дали и снова начали расти поэтому здесь здесь пока сложно с точками входа но по тренду если на мелких то фреймах то принципе можно можно искать точки входа дальше что касается нефти здесь у меня такая двоякость по этому инструменту здесь я ранее обсуждал что есть вариант и глобального шарта и возможного локального спекулятивного роста я долго думал и вот последние дни в этой зоне 73 по нефти марки бренд я присматривался к покупками в закрытом канале мы скажем я советовал покупать нефть в этой зоне здесь очень все коряво есть причина для роста у нас вот если смотреть локально у нас идут по повышающиеся минимумы плюс у нас идет ретест прошлого нисходящего тренда и мы мы от этой зоны 73 плюс-минус мы здесь купили вчера не получился небольшой отскок если мы все-таки сегодня не не продаем вот этот момент вчерашний рост в таком случае дальше ланге сохраняется здесь еще бы подождать несколько дней чтобы понять все-таки эти ланге вот у нас получается вот последние два дня рост если мы его удержим то дальше можно снова рассматривать ланге если мы сегодня его сильно поглотим то дальше скорее всего дальше будет снижение такая здесь бы я пока был в ожидательной позиции по данным инструмент тоже касается натурального газа натуральный газ еще там недельку назад я говорил что можно спекулятивно пробовать чертить на текущий момент и я по натуральному газу пока в ожидательной позиции я буду ждать формирования крупные модели на возможные среднесрочные лонг если она нарисуется то есть я говорил раньше еще что я жду газ в район 350 и 4 доллара то есть мне нужно чтобы вот эта коррекция которая нас длится уже несколько недель она показала окончания ну по примеру как вот здесь вот здесь такой паттерн крупная не знаю какой здесь нарисуется но мне нужно чтобы она здесь нарисовалась если не нарисуется то у нас есть дальше шансы падать на дальше в район полтора доллара вот 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 эти минимумы то есть мы можем их дальше трогать но я пока придерживаюсь такого сценария и буду выжидать если нарисуемся я в следующих обзорах и в закрытом канале про сигнал буду об этом говорить и дальше может получиться хороший хороший заработок если все нарисуется и и газ покажет хороший рост возможно это будет связано это уже будет чуть позже там ближе к выборам возможно какая-то эскалации на ближнем востоке там нефти газ то есть будет интересно да потому что ну и плюс у нас если вот так смотреть вот эта зона в районе полтора доллара достаточно сильно и удерживает что несколько лет назад что в текущем году и возможно мы здесь разворачиваемся и получится очень-очень мощный рост и на этом можно очень неплохо заработать дальше что касается индекса доллара у нас индекс доллара показывает и продолжает показывать рост я с понедельника с ребятами обсуждал закрытом канале евро фунт доллар франк я говорил что дальше ждаю крепление доллара по этим парам и ну принципе неплохо по евро по фунту снижаемся по франку идет рост ну и индекс доллара тоже как видим дальше продолжает расти и пока никаких признаков на на разворот по данному инструменту я не вижу когда он нарисуется тогда можно будет говорить если просто он где-то упадет просто потому что началась коррекция но это это уже другое вот если что касается евро доллара смотрите вот уровень 0108 70 я понедельник ребята говорил пока мы нежиданного уровня только падение напомню в среднесрочной перспективе что я ожидал и ожидаю еще возможно то есть у нас получается еще сохраняется по евро доллару то есть вот это импульс это большое накопление с этого большого накопления я ждал мощного движения на 115 на 118 но я думал что мы вот здесь уже минимум показали летом и только рост но здесь смотрите я думал что у нас будут здесь небольшие волны такие вот смотрите вверх вниз вверх вниз вверх вниз вверх ну там вниз и дальше наверх но здесь коррекция под затянулась и как вариант это может быть по примеру вот здесь тоже была глубокая коррекция здесь была очень глубокая коррекция здесь была глубокая возможно это тоже глубокая коррекция и так как мы в рамках еще выше 105 мы потенциально можем расти но даже здесь отмена уже сценарий 106 70 это уже как-то вот этот 106 это уже прямо отмена сценария и поэтому если мы в ближайшее время будем рисовать модели на разворот да мы об этом будем говорить пока этого нет и мы с ребятами удерживаем позиции на шорт по данному инструменту по примеру что может нарисоваться вот смотрите вот здесь но здесь такой прям очень мощный был тренд смотрите как долго разворачивали евро доллар здесь тоже был мощный тренд здесь тоже разворачивали больше недели формировали разворот то же самое здесь вот смотрите мощный тренд вниз такой месяц вниз и мы долго разворачивали то здесь я думаю по евро как вариант ну по факту может быть другое вот если мы будем здесь что-то такое рисовать дальше я буду по индексу доллара по евро доллару рассматривать там конкретно если евро доллар рост но пока его нету просто если мы начнем сегодня или завтра просто расти но это не является пока сигналом пока не сформируется конкретная модель хорошее накопление эта модель желательно минимум 5-6 дней может быть и неделю-две разворота рисоваться и в таком случае мы будем говорить об этом то же самое это касается и и фунта смотрите от фунт вот здесь коррекция небольшая коррекция такая побольше и нам нужно мощный импульс нарисовать чтобы данный инструмент развернуть если мы его нарисуем таком случае можно будет говорить о возможном каком-то развороте ну и что касается доллар франк смотрите я еще ранее говорил что доллар франк скорее всего указывает на хороший рост и вот мы его вот здесь очень активно покупали и я говорил что доллар франк показывает верх и значит что евро и фунт у них тогда были поменьше модели поэтому я там пропустил там изначальные шорты потому что не было такого хорошего накопления у меня есть градация моделей то есть есть крупные накопления есть мелкие модели мелкие модели иногда я могу брать иногда могу пропустить если сомневаюсь каких-то моментах и поэтому франк неплохо все отработал мы уже часть зафиксировали стоп лоссы по поднимали потому что мы уже на такой грани что рынке могут плюс-минус где-то и начинать разворачиваться тоже самое доллар иена еще кто помнит ранее говорил что доллар иена только наверх то есть доллар франк доллар иена наверх плюс кто смотрел что на прошлой неделе где-то вот где-то в этих сюда где-то на прошлой неделе я записывал рост доллара по против китайского юаня мы тоже неплохо выросли я здесь конечно ожидаю если не ошибаюсь там глобального роста локально спекулятивно можно было неплохо заработать но посмотрим сможем ли мы снова идти тестировать 77 40 и и выше по данному инструменту или или это просто локальный рост посмотрим ну и что касается рынка криптовалют bitcoin на мне кажется что по биткоину есть вероятно сейчас какой-то локальной коррекции она может быть достаточно сильной посмотрим потому что вот вот то движение который вот мы отбились от сильные зоны сопротивления в районе 70 тысяч плюс минус вот если смотреть на вчера на вчерашний позавчерашний день то есть давление и возможно мы ломаем вот этот локальный тренд и у нас по биткоину здесь спекулятивно может пойти снижение даже вплоть до уровня 60000 то есть он принципе биткойн любит такие коррекции смотрите вот рост хороший и такая коррекция на 50 процентов будет ли она в текущий момент или мы будем 70 тысяч прорвать под вопросом но спекулятивно можно рассматривать черты и я напомню что с небольшими плечами и на спот рынке биткоин только рост да то есть но в этом боковике вы смотрите хотите спекулятивно шортить или нет дальше по эфиру то же самое назревает коррекция посмотрим она затянется или нет но я пока здесь удерживаю среднесрочные ланги посмотрим мы вот эту зону удержим или или будет ее вынос очень сильный 2 2 400 там 2 200 посмотрим я пока в покупках среднесрочном с целью 4000 и выше ну и принципе все всем удачи как видим на рынке где то есть какие-то сомнения где-то не доформировалась полная картина поэтому в следующих обзорах если будет понятно мы будем об этом говорить если нет то есть это нужно время чтобы рынки сформировали все время торговать нельзя всем удачи пока по всем вопросам пишите в личку в комментариях пишите свои вопросы свое мнение по доллару по металлам по фондовым индексом по рынку криптовалют также пишите всем удачи пока